Это истощённая собака, сильно истощённая, вот у неё ребра, позвоночник торчит с непонятными травмами на лапе, на лапах. 27 июня, вот, она попала сейчас в бесплатную санчасть, она приползла в Мурыгино и легла там, вот у неё гной тут течёт, в общем, не смогла идти, идёт-идёт, потом падает. Номер 11-20, может быть, кто-то ищет, потому что сейчас поступает информация, разыскивают собак с отлова. Поступила она по какой причине? У неё мокна ещё какие-то раны, похоже на перелом, не знаю, вот таким образом она ведь отойдёт, ложится и падает. Не может долго идти, лапы передние болят, может быть, перебиты, может быть, переехали, может быть, стукнули, может быть, следы от какой-то клетки. Неизвестно, спокойная собака, хотя по мордахе выглядит, как будто испуганная, очень худая. Вот, позвонки, рёбра. Пока мы обрабатываем от опарышей собаку, у нас вот такая прибыла. 11-20, повторю номер, нашли её сегодня в деревне Мурыгино, но она не оттуда. Сказали, что это не местная собака, приползла с трассы. Мы сразу поставили мурашки-антибиотики, разместили о ней информацию и выяснили, что она из деревни Лосни, звали её Ляля, но сейчас мы оставили ей кличку Мурашка и отправились на рентген. Испуганный, кажется, она очень несколькая. Хочешь, за что у врача сидит? Поправишься и, пожалуйста, приходи к нам работать врачом. А вот, врачи всегда нам нужны. Всё, пойдёмте, сделаем снимок, посмотрим, что там, почему расходило. Пойдём, смотришь. Пойдём. Пойдём. На левой, сейчас я переверну, чтобы легче было воспринимать, что правая, это справа. Вот она. Да? То есть, что мы видим? Да, мы вот видим перелом пястных костей, вот эта правая. И вот беленькие точечки, это металлические осколки. Кипер стреляли обе лапы? Да, потому что вот мы посмотрим на левую, и вот мы на левой лапе увидим тоже, уже перелом начинает срастаться, и огромный какой-то металлический осколок. А его мы вынуть можем? Найдём? Можем. Ну да, учитывая, что он большой хотя бы. Он, ну, сложно сказать, как его вынуть, потому что из-за того, что много-много мелкой стружки, она всё равно будет закрываться. Сейчас, скорее всего, из-за того, что воспаление, она не может зажить, надо антибиотикотерапию обязательно. А мне такой вопрос, точно это выстрел? Это не могли гвоздём прибить осколки гвоздей, Стас, потому что такие дырки здесь, как, ну, либо маленькая дробушка. От гвоздей дырки как, ой, осколки мелкие являются, это должна стружка быть? Там у них по две дырки просто вот так, хлоп-хлоп, я вообще думала, змея сначала, потому что две дырки там и там. Стружка, вот эта стружка металлическая, просто так она так не рассыпается. Это от выстрела именно, да? Но это должна быть как минимум, или это, ну, или это металл, да, например, стружка летит. Ну, или бы это выстрел, когда попадает в дровь. Стой, 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 иди сюда, заморочку уйти, иди сюда, куда пошло, не уходи. Тогда это стружка. Ты села на поводок, отдай, отдай, отдай. Всё, ложись, ложись, полежи, ложись, 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 вот так, всё. Всё, полежи. В общем, это выстрел, вообще неожиданно. Ну, я просто вообще не думал, думал, может быть, сначала думала змея, потом думаю, ну, наверное, когда была она в местах не столь отдалённых на стерилизации, может быть, под клетку подсунула. Ну, просто обе, потому что вот так, как будто под клетку, под дверь, вообще выстрел. Ну, правая, да, правая полегче, переломана на два пальчика, два здоровых, и они за счет крайних держат, а эти срастутся потихоньку. На левой, конечно, похуже у нас. Пострадали все косточки, грязь, и воспаление есть по краю здесь. Ну, костная мозоль одновременно, и стружка эта вся. Всё вперемешку, как кашель. Ну, здесь, я думаю, антибиотикотерапия, и должно затянуться. И вот как костная мозоль появилась, просто, да? Они прихватываются и срастутся. Вот тоже. Так вот, вчерашний момент, а вот тоже. Как у чьи-пошки. Да, вот не хватает толстных участков, но кости все равно срастутся. Просто они будут не идеально, как положено, но опора должна сохраниться. Да, конечно. Они будут деформированы, но опора будет. Вот, то есть, чтобы не было сложно наступать операции и передвигаться. Печально. Так что вот, оказалось. А вот с этой лапы ничего, мы с пальцами не сделаем, тоже так срастутся, да? Осколки, ничего, мы влезем, мы их потеряем, останется... Один палец сломан, получается. Два, вот этот уже срастается. А это просто сильно осколки пострадали. Обычно такие осколки от полевого ранения, когда в дробь, ну, в раздробление идет. Я бы предположил, что это стреляли. Ну, там тоже осколочки, маленькие железы. Да, много вот тут железы. Тут, скорее всего, насквозь вышла, это ударилось и зацепилось, осталось. Вот, определились, оказывается, вообщем дело. Да, да, это, конечно. Да, да, это, конечно. Мы уже вчера начали делать, я к этому рыжечку полюбилась здесь всем. Божечки мои. Ой, клещи. Тут ты села на своих же клещей. Ладно, я сейчас достану их. Кушай. Да, гляди, а как мне? Блин. Сейчас. Давайте я вытрахну, нет? Стой, 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 отойди. Отойди, зайчик. Отойди это... Она сейчас может об эту просто. Тихо-тихо-тихо-тихо. Полежи. Подожди, сейчас тебе все дадут. Баночка, стучите банкой просто об эту. А в квартире не клюбается. Я-то там вообще... Замарышка. Да, у нас молодежь сейчас такая все делается. Не факт, что молодежь. Старики могут, да? Старики все более безумные какие-то стали. И это мы кормили ее. Да, она вообще, ребра да кости, да. Сейчас клещи поснимаю и пойду. Что, что, есть еще и банку? По желанию. Она уже начала есть, поэтому заворотка не будет. Вот она, видите, просит. Что, дайте еще? Ну, хотите, дайте. Ну, голос аж таким, боже мой. Ну, жалко мне тебя. Класс. Иди, я тебе еще покараю. Так, давайте я подержу пока. Сейчас, тихо-тихо. Мне не будет, потому что мы уже покормили ее вчера, сегодня. Должно быть все хорошо. Это вы ее когда забрали? Вчера в приют ее привезли. На трассе приползла на лапах. Ну, идти уже не могла. Она и сейчас идет, идет, ложится. Потому что лапы болят. Ну, и лапы болят. К тому же, простреленные. Вот, привезли. Ну, вчера. Иди сюда. Иди кушай, может. Иди, да. Откормим тебе. В общем, очередная непонятная история. Если узнаю, кто пристрелил лапы, тому человеку, конечно, не сдобровать. Да, как узнать. И это не первая банка в день. Сегодня это уже четвертая банка. Еще ей предстоит каша с мясом. Еще вкусняшки взяли. Собака быстро отъестся. И очень-очень, конечно, она и худая, и очень холодная. Переводить ее в порядок антибиотикой, едой. Мурышка. Мурашка. Ну-ка. Погоди. Погоди. На вкусняшечку. Аккуратненько. Хорошо. Молодец. Крась нельзя, да? Крась нельзя. Держи, не торопись. Ай, хорошо. В общем, собака быстро придет в себя. Обратите на нее внимание. Классная. И она вот похожа на овчарку, но по размеру поменьше, чем овчарочка. Дать тебе еще. А ты лапку мне дашь? Дай лапочку. Нить. Ну, держи. Пока лапки больные, не будем тебя мучить, да? Все. Сегодня вот такие у нас новости от Замурышка, мы ее назвали, потому что ее нашли Замурыгину. Ну, кратко. Мурышка. Мурашка. Нельзя с банки. Ну-ка на место. На место иди. На местечко. На место. Вот так. Нельзя с банки воровать. Не. Что ты хвостик умелишь? Я тебе сейчас и так ее отдам. Кому же, как не тебе. Хорошая собака. Очень классная она. И, друзья, обратите внимание, да? Ведь кто-то же стрелял ей в лапки. Нельзя. Нет, нет. Ты же мое солнышко. Хороша. Конечно. Кто-то же стрелял в эти чудесные лапки со своего дурацкого, не знаю, там, пневматического пистолета, видимо. А она не стала злее от этого. Иди на местечко. Иди на местечко. На место. Мурышка. Иди на место. На место. Вон туда. Вон местечко. Вот. Вот местечко. Иди. Вот так. Хорошо. Место. Молодец. На местечко. Хорошо. Все. Забирай вкусняшки. То, что перед обедом мы съели вкусняшки, Маргарита, вы уж нас не ругаете. Не могла я удержаться. Не поделиться с ней. Так же, как вы утром покормили ее, не удержались. Будем откармливать девчонку. Искать ей хороших хозяев. Потому что это действительно классная овчарка. Умная. И воспитанная, похоже. Друзья, все вопросы по мурашке можете задать лично верновцам. Все наши контакты будут указаны в описании к ролику. С миру по нитке. Первая в России бесплатная вид санчасти.